Культура противостояния, которая была у нас несколько десятилетий, она вообще стала не очень актуальной. Реально, оставшиеся люди в сильном отрыве. Никогда мы сюда не пойдем. Посмотрите, это такой совок. Я набрала одни графоманов. Комсомолка на каком-то этапе – это боевые галеры. Когда у тебя ежедневный выпуск, толстошка, московская редакция, безумные читатели, рекламный отдел, дирекции и владельцы, и ты со всем этим должен управиться, то это галеры. А, и сайты же еще, которые тоже еще никто в те времена не понимает, а как с этим работать, но работать надо. Мы когда начали делать комсомолку, я вот тогда это прошла по полной, потому что в нас, это же были еще такие времена, ну, 94-е, в нас стали лететь просто все коми, что мы делаем там, что мы российские подстилки и прочее, прочее. Но я-то понимала, что мы делаем. То есть мы делали, во-первых, вкладку. И как я сейчас понимаю, это было абсолютно правильно. Мы не размывали газету. То есть вот, пожалуйста, почитайте российскую точку зрения. А вот здесь белорусская. Я понимала, что мы не делаем, что нам никто не управляет, что нам ни Москва не диктует, никто не диктует. То есть мы пытались сделать хорошую журналистику. Вот. И, ну, мне ничего просто не оставалось, как закрыть глаза на все эти... Ну, и стараться не обращать внимания. И, в принципе, эта тактика сработала. Мы постепенно завоевали авторитет. Вот, там, вырастираж у нас. В журналистских кругах стал расти авторитет. Ну, то есть, когда тактика срабатывает, ты ее применяешь дальше. Моя самая первая команда в комсомолке, которую я собирала, мне пришлось с ней полностью попрощаться. Вот это был такой большой блинком. Из этой команды остался один человек со мной. Остался я потом надолго. Это Виктор Малишевский. Вот он был из той команды. Но со всеми остальными мне пришлось попрощаться. Когда я только начинала, это была первая команда, которую я собирала, когда мы только начали делать. У нас работа нарастала, как снежный ком. Я набрала одни графоманов. Я даже сейчас понимаю, почему так получилось. Так получилось, потому что я не из журналистики. Я не из медиа. И у меня было такое почтение перед всеми людьми, для которых эта профессия проста и ясна, которые пишут. Я сама как бы чувствовала себя учеником. И училась активно. Как я сейчас понимаю, это как раз было то, что сделала меня редактором. Потому что у меня не было клоуста. Я была абсолютно open ко всему. Я училась, я впитывала. А вот перед этими людьми у меня было такое безумное почтение. И я из первой команды искала вот таких вот опытных людей. Вот они пришли со всеми своими комплексами, с графоманством, с нежеланием. И вот уже новая команда была из людей молодых, которые были гибкими, которые были тоже готовы вместе со мной учиться. И мы вместе учились. И учились что-то делать. Когда придумывался пресс-клуб, то мы никого не спрашивали. Мы сначала начали делать это на разных площадках, на партнерских площадках. Увидели, что востребовано, увидели, что можно людям, что журналисты приходят, общаются, задают вопросы, что начинает устраиваться какой-то комьюнити, такой вот уже регулярный. Мы поняли, что всю жизнь на партнерских площадках. Не просиди, что можно делать больше. Мы просто начали искать, в каком формате лучше зарегистрироваться, а где найти офис. И мы никого не спрашивали разрешения. Вот вообще ни у кого. Просто вот я пришла и зарегистрировала. Формат, которым пресс-клуб зарегистрирован, он не требует согласования. Он просто по факту. Самые сложности были название пресс-клуб зарегистрировать. Вот в нем как раз нам отказали. Я просто попробовала зайти с другой стороны. Отказали там в Минском. Я взяла, поехала в областной. В областном спросили, а почему вы не в Минском? Я сказала, ой, такие очереди, такие очереди. Но очень надо, очень все спешно. И мне его взяли и зарегистрировали. Ну то есть вот примерно такая история была. То есть ни у кого не спрашивали разрешения. Также и с этим помещением мы искали что-то подходящее. Денег не было. То есть наши первые базовые деньги это просто была вот моя зарплата как учредителя и больше ничего. И я понимала, что мы не можем платить много, а помещение нужно довольно большое. Я вообще не верила, что мы что-то найдем. И уже по примеру Еврорадио я знала, что есть ГХУ и что лучшие помещения в центре города, они находятся в собственности ГХУ. Вот мы просто отсматривали и там попалось вот это помещение. И первый раз поднимаясь сюда, я сказала, никогда мы сюда не пойдем. Посмотрите, это такой совок, это ужасно вообще. Сюда не дойдут люди. Вот. Но когда здесь немножко побыли, то вот просто интуиция, так внутреннее чутье сказала, а вот здесь классно, это место можно сделать. И вот мы сюда пошли. Здесь на самом деле по цене очень хорошо. Ни одна коммерческая, даже близко не может приблизиться предложение по стоимости. Ну вот, собственно говоря, так вот это все и сделалось. И ни у кого не спрашивали. Взяли, сделали, начали работать. Часто ли к нам, есть ли к нам вопросы? У нас за это время было два, были две такие, наверное, ситуации. Одна это, когда нашему гостю, журналисту-расследователю из Белинкет, не дали визу, а уже было объявлено, открытые лекции, уже люди были зарегистрированы. Ну и мы, в принципе, тогда вышли из ситуации, мы сделали скайп, открытую лекцию по скайпу. И, в общем-то, опробовали новый формат. Все было хорошо. Сейчас проще, потому что не нужны визы на такие короткие поездки, и таких ситуаций не бывает. Была очень неприятная история с Молоко Плюс, с командой такого молодого российского медиа. Нам они были интересны прежде всего, потому что они такие вот очень мобильные, очень гибкие. Они сочетают такие новые форматы, как... То есть их нет в онлайне. Они делают принт и оффлайн-ивенты. И это, в принципе, сейчас такой мировой тренд. В мире появляются такие медиа, и мы хотели с ребятами поговорить. Но вот оказалось, что ребята находятся под колпаком усиловиков, я так понимаю, что российских. Ну, в общем, один из поинтов миссии – это площадка, открытая для всех, и площадка, на которой мы по нашей миссии пытаемся разговаривать друг с другом, формировать доверие. Поэтому мы зовем. Если вот вы знаете, мне кажется, что один из самых в этом смысле успешных наших ивентов – это те лекции, которые мы делаем с Биллстатом. Биллстат объяснит, когда Биллстат объясняет журналистам, как работать с данными. Биллстат, как известно, не самая закрытая структура из ГОСов, а как раз самая открытая, одна из самых открытых. И в этом, ну, мне кажется, что это круто. И приходит много журналистов, и задается много вопросов. И главное, что они сами в такой неформальной обстановке начинают общаться не с тем кругом журналистов, к которому они привыкли, с теми, кто задает вопросы. Они спрашивают только то, что ожидали. Ну, и все происходит очень живо и очень интересно. Вот мы с этим, в этом подразделе противостоянии живем уже 20 лет, по меньшей мере. Мы где-то прошли свой цикл, и я считаю, что мы находимся на выходе из него. него. Да, к сожалению, ситуация с прошлым годом, она опять обострила, опять привлекла внимание к этому водоразделу. Ситуация с Билта, она же была, в общем-то, искусственно сконструирована. И журналистов использовали. Это не значит, что они гнят, а журналисты не должны позволять себя использовать, если они журналисты. Ну, мы имеем то, что имеем. Но делать из этого сейчас, снова закрываться и снова говорить, что мы с ними не будем играть, мне кажется, неправильно, потому что многое изменилось. В целом, в обществе многое изменилось. Мне кажется, что вот культура противостояния, которая была у нас несколько десятилетий, она вообще стала не очень актуальной. Стала актуальной скорее культура активизма, когда очень много молодых людей, активных людей уже не выстраивают свое будущее на противостоянии и борьбе, а они вокруг себя строят какую-то среду. Эти сообщества, микросообщества объединяются, они разрастаются, и таких становится все больше. Наверное, впервые с 1994 года у власти и медиа независимых появилась такая общая повестка, как и те, и другие сегодня заинтересованы в том, чтобы в стране мы могли производить качественный национальный контент. Мы, конечно, не обманываем себя, мы понимаем, что власть видит решение этой задачи совсем по-другому, не так, как независимые медиа. Но, тем не менее, этот общий интерес есть, в том числе противостоять пропаганде, например, интерес есть. Это такая очень любопытная ситуация, когда власть, которая сама использует пропаганду и манипуляцию как такое ежедневное оружие, каким-то образом должна научиться понимать, как противостоять пропаганде. Второй нюанс этой ситуации в том, что власть государственная медиа, к сожалению, не работают полноценно как медиа во многом. И опять-таки, 14-й год и то, что случилось на Украине, это показало, когда они просто молчали неделю, делались вот скупыми, двумя-тремя словами, без какой-то одной оценки, они ждали приказа. Это говорит о том, что на самом деле, если вдруг будут реальные угрозы независимости, то вряд ли государственная медиа в тех их кондициях, в которых они находятся, сейчас смогут что-то с этим реально сделать. Когда вот это все-таки стало понятно, что вот эта культура противостояния сменяется, что можно что-то делать, ну вот, просто переехала и попыталась делать, потому что нравится этим заниматься, потому что здесь это нужно. Делать оттуда то, что нужно, здесь это на самом деле неэффективно. Но я ведь вторая составляющая, это личная. У меня здесь дети, у меня здесь уже внуки, и я хочу быть рядом. Я хочу быть рядом. А еще я понимаю, возвращаясь к первой профессиональной, что люди, которые там остались, они неизбежно теряют связь и не перестают понимать, что здесь происходит. По газетным новостям и по общению только с теми людьми, которые там, это невозможно. Я просто вижу реально оставшиеся люди в сильном отрыве. В молодости я пыталась очень все успеть и так все организовать, чтобы все успеть. Ну, наверное, мои дети здесь лучше, чем я, скажут, удалось ли мне. Думаю, что, конечно, нет. Не до конца. И теперь я думаю, что поступила ли я по-другому, если бы мне был еще один шанс, а вот не знаю. В общем, я просто старалась все успеть. Но моя история еще про то, что я очень молодая мама была, и к моменту, когда я вот уже начала так активно и много работать, у меня уже были подросшие более-менее дети. То есть у меня... Я в 18 лет вышла замуж, у меня родилась дочка, потом сын, и когда я пришла, вот уже погрузилась головой в комсомолку, то уже сыну было три года, а дочке девять. То, что мы со временем научились жить с семьей и с работой, ну, безусловно, человек уже всему учится, он же умный. учишься как-то это совмещать. В комсомолке мне уже удалось достичь такого дзена, когда я, например, знала, что меня после сдачи газеты и после дедлайна и в субботу, воскресенье не побеспокоит, если не случилось чего-то чрезвычайного. Вот. Когда начался пресс-клуб, то опять пришлось от этого дзена уйти, потому что когда ты всё находится вот в таком состоянии стартапа, когда это ещё живой, очень быстро растущий организм, тогда так организовать, конечно, пока не получается, но я думаю, что со временем, если всё будет хорошо, мы придём опять к такому дзену. На самом деле, ведь можно даже очень мало времени проведя с семьёй, можно пытаться сделать это время очень насыщенным и запоминающим. всё. Вот. А не просто... Хотя, с другой стороны, чаще приходишь такой усталый, что уже, конечно, да, с тобой хотят общаться, а ты не можешь. Тебе раздражает каждый звук. Я это тоже проходила, эту стадию, и это, конечно, очень тяжело. И если цели в том, чтобы сделать медиа, чтобы высказаться, чтобы донести какие-то ценности, тогда это очень благоприятное время. Если же... Ну, потому что действительно низкий порог входа, потому что множество инструментов, которые позволяют и делают доступными задачи, для которых раньше требовались большие ресурсы, сейчас можно через плейбас сделать множество интерактивного контента. всевозможные инструменты, которым можно обучиться и активнее вовлекать пользователей и решать такие задачи. Но если эта задача стоит сделать журналистику серьезной профессии и зарабатывать с этого, то тогда это, конечно, плохое время, потому что разрушены все схемы медийного бизнеса, не только в Беларуси, а и во всем мире. Медиа только нащупывают новые модели, а наша ситуация еще усугубляется тем, что у нас очень маленький рынок, просто объем рынка безумно маленький, здесь мало денег в принципе. Вот этот момент отрицания ценности медиа, мне тоже кажется, уже пройден. Мы в это уже поигрались и поняли, что есть вещи, которые не смогут никогда делать никакие роботы и которые имеют неприходящую ценность. Это качественная журналистика, это настоящие журналистские расследования, это истории про людей, которые могут рассказать только другие люди, которые этим искренне интересуются. И вот это не умрет. И ни блогерство, ни микромедиа, которые сейчас так популярны, они не заменят этого, потому что они могут дать свой взгляд, они могут дать какое-то мнение какого-то одного блогера, но есть ценности в классических медиах, которые остаются ценностями. Это некая более-менее полноценная объективная картина мира. это качественная проверка информации, это не сливы, а опирание на достоверную информацию, это качественно рассказанные истории, в которые вложено много ресурсов, больше, чем есть у одного человека. вот эти вещи, они это история рассказанная от точки до точки, не которая идет вот через соцсети каким-то непрерывным потоком. Вот эти классические ценности, они наоборот, мне кажется, вот в этом нашем мире постправды они будут приобретать большую ценность. Вот какое-то время они отошли и показалось, что они уже не имеют ценности, никому не будут нужны. но сейчас приходит осознание и оно будет еще становиться яснее, что эти ценности не отойдут, что они настоящие. И я верю, что медиа найдут новые другие модели монетизации и устойчивости против прежней, которые разрушились. Я никогда не читаю комментариев под текстами, вот просто даже не читаю под интервью своими или когда кто-то пишет что-то про меня, я никогда это не читаю. То есть не значит, что я там стараюсь игнорировать, но точно не придаю этому какое-то большое значение. Я понимаю, что я, если погружусь в это, то я расстроюсь и понимаю, что это совершенно неконструктивно, что это очень деструктивно. Если бы меня спросили, а чего ты хочешь больше, я бы, наверное, впала в ступор. Потому что, ну вот, честно говоря, я даже, то есть в этом смысле, наверное, я не чеславный человек. я тьфу-тьфу-тьфу, довольна тем, моим жребием в моей жизни. То есть чего-то другого я не хочу. Субтитры создавал DimaTorzok